Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. Сегодня я хотела бы вам рассказать про мои самые любимые теневыносливые многолетники. Но поскольку мне наследство достался старый сад с большим количеством деревьев, с многочисленными строениями, то тени у меня на участке предостаточно. И в связи с этим я хотела бы рассказать про самые-самые лучшие пять видов, которые способны украсить ваш сад и создать красочные акценты даже в самых затеённых местах. На самом деле, кроме того, что мой сад тенистый, у меня есть большая одна особенность. У меня почвы глинистые и достаточно увлажнённые весной, у меня сыра. И поэтому большинство, конечно, многолетников, которые я хочу осветить в своём рассказе, будут благолюбивыми и предпочитать плодородную почву. Но не все из них такие. Первым в моём рассказе будет такой вид, который заслужил славу необыкновенного растения, как морозник. В моём саду растёт морозник абхазский. Привлекательно только своими красивыми кожистыми листьями. Листья у него действительно необыкновенные. Морозник, чем примечателен, кроме того, что он красив и очень интересно цветёт весною, очень продолжительно цветёт, его листья, слизняки и улитки совершенно игнорируют и никак не повреждают. Это мой самый большой любимчик. Но, конечно, кроме того, что это растение замечательно и своим внешним видом, и продолжительным цветением, и тем, что это вечно зелёные растения, листья у него сохраняются вплоть до нового сезона. Они отрастают только новые листья весною и при этом отмирают старые листья. То есть это растение уникальное. В нём есть свои недостатки. Прежде всего, это растение очень ядовито. И следует это иметь в первую очередь в виду тем, у кого есть маленькие дети, а также у кого есть люди, которые не отличаются повышенными умственными способностями. К сожалению, такое бывает в нашей жизни. Ядовито в морознике всё. И цветки, и листья, и корневеща. Но, в принципе, при обычной работе в саду этот недостаток легко обходится. Вы ничего не делаете такого с этим растением, в рот вы его не берёте, поэтому отравиться им достаточно сложно. Главное, его не есть. А второй недостаток морозника, он, конечно, из такого плана, более материального, я бы сказала. Морозник очень плохо размножается. Разделить куст можно только на 5-6 год выращивания. Но есть один небольшой нюанс. Морозник очень легко даёт самосев. Но это касается, прежде всего, видов, которые цветут весной. Морозник чёрный, который цветёт в зимнее время или ранней весной, чаще всего семян не завязывает, и поэтому самосева вы от него вряд ли дождётесь, по крайней мере, в условиях Беларуси. Сеянцы морозника зацветают, как правило, на второй-третий год с момента появления всходов. Следующее растение, про которое я хочу рассказать, это раджерсия. Раджерсия – это уроженка Северной Америки. И чаще всего выращиваются в два вида. Это раджерсия конско-каштанолисная и раджерсия бузинолисная. Она там на заднем плане растёт. Эти многолетники прекрасны всем. В них хорошо и пышное цветение, но здесь мы видим уже не цветение, это уже завязавшиеся семена, и приятный аромат цветов, и красивая листва, которая сохраняет декоративность до поздней осени. У раджерсии есть некоторые особенности в уходе, которые не позволяют её применять на всех участках. Раджерсия плохо переносит засуху почвенную. Это растение нельзя высаживать на сухих песчаных почвах, поскольку на песках она не развивает полноценных листьев, и к концу лета у неё листья начинают буреть по краям и скручиваться. Ну и также в жаркую, сухую погоду листья у раджерсии, вот у нас сейчас около 30 градусов в Минске, и вы видите, что вот там, где попадал солнечный свет, на листьях появляются пятна. Если это растение растёт в тени, то, естественно, мы такого не наблюдаем. Но раджерсия очень любит полив. Это растение влаголюбивое достаточно. Следующее растение, про которое я хотела бы рассказать, и которое входит в мою пятёрку лучших теневыносливых многолетников, это медуница. Вы все наверняка знаете обыкновенную медуницу неясную, которая встречается у нас в Дубравах и является таким весеннецветущим корневищным многолетником, который цветёт не очень продолжительно, но очень интересно, у которой цветки меняют цвет на протяжении всей весны от светло-розового до тёмно-синего. Но в садах чаще всего выращиваются сорта и гибриды медуницы сахарные. Классическая медуница сахарная отличается круглыми пятнами серебристого цвета на листьях, но имеется масса сортов, которые имеют пятна другой формы. Бывают пятна практически полностью сливаются в середине листа, образуя серебристую такую середину. Есть сорта с белой каемкой листа и очень много различных сортов у медуницы сахарной. Это растение прекрасно во многих садах. Оно хорошо переносит и достаточно сухие почвы, и переувлажнение оно неплохо переносит. У него есть два достоинства. Она и цветёт очень эффектно, ярко, такими сине-фиолетовыми цветами весной, и после цветения у неё отрастают очень декоративные листья, которые хороши вплоть до самых морозов. Но есть один небольшой секрет выращивания медуницы сахарной. Для того, чтобы ваши растения имели идеальный вид во второй половине лета, сразу после цветения, когда вы видите, что большинство цветков в соцветии уже завяли и осыпаются, надземную часть медуницы следует обрезать на высоту приблизительно 5 см. Мы оставляем небольшие пенёчки. В течение буквально двух недель у вас разовьётся свежая красивая листва, которая будет лишена мучнистой росы, поскольку медуница сахарная достаточно часто повреждается мучнистой росой, особенно в сырых садах. И вот эти листья будут иметь типичную для сорта окраску, и будут украшать ваш сад до глубокой осени. Следующее растение, про которое я хотела бы рассказать, придётся по вкусу тем, кто любит лилии. Это лилия мартагон. Это растение раньше было очень широко распространено по всей европейской и азиатской части бывшего Советского Союза. Но на сегодняшний момент лилия мартагон является охраняемым растением практически во всех странах бывшего Советского Союза. Наверное, единственная и неповторимая лилия, которая живёт в моём саду очень много лет, и с ней я расставаться не собираюсь, несмотря ни на что. Дело в том, что эта лилия завоевала моё сердце своей абсолютной неприхотливостью. Кроме того, что она цветёт очень изящно. Цветы её не очень крупные, но такие необычные по форме, челмовидные. Бывают различных окрасок в сиренево-розовой гамме. Есть у лилии мартагон и сорта, но сорта, к сожалению, менее теневыносливые, чем видовые лилии. Это растение абсолютно устойчиво к лилиевому жуку. К тому самому красному противному жуку, который отравляет жизнь всех любителей лилий. Вот рекомендую растение для тех, кто не хочет бороться с лилиевым мужиком, но хочет любоваться лилиями. Пусть какими-то. Кроме того, это растение очень теневыносливо. Вы видите, что у меня он растёт практически под сводом очень старой яблони. От дома тень. То есть здесь достаточно темно на протяжении всего дня. Цветёт лилия мартагон приблизительно 10 дней в июне месяце. В зависимости от погоды. Это может быть от начала до конца июня. Из недостатков, конечно, недостатки есть и у этого растения. Лилия мартагон очень медленно размножается. В отличие от привычных нам азиатских гибридов, от лагибридов, размножить её дочерними луковичками практически не представляется возможным. Воздушных бульбочек она не даёт. Но есть один прекрасный способ размножения, который придётся по вкусу терпеливым людям. Лилия мартагон легко опыляется. Вот вы видите семенные коробочки. В сентябре созревают семена. И сеянцы лилии мартагон зацветают при подзимнем посеве. Вот если мы её подзиму посеяли. Приблизительно на 4-5 год после того, как зашли семена. А они всходят на следующий же год после посева. Лилия мартагон совершенно не переносит весенние посадки и пересадки. Сажать лилию мартагон следует только в момент сразу после отцветания до ухода листвы на покой. То есть вот сейчас идеальное время для пересадки лилии мартагон. Поскольку при весенней посадке у нас либо побег не отрастает, либо отрастает и практически сразу же погибает. И развитие растения в лучшем случае откладывается на год. Бывает, что наша лилия луковица сама её погибает в земле. И последний многолетник, про который я хотела бы вам рассказать сегодня, это яснотка пятнистая. Это растение для тех, кто любит быстрый результат. Красивая и весною, и осенью этот маленький невысокий почвопокровник с разнообразно окрашенными листьями. Поскольку кроме видовой яснотки пятнистой с серебристыми пятнами на листьях, есть сорта и с золотистыми пятнами, и с различной окраской цветков. Бывают и с белыми цветами яснотки, и с такими нежно-розовыми. Это растение даст цветовое пятно в вашем тенистом уголке буквально в первый же год после посадки. Разрастается она очень быстро, а растет она достаточно интенсивно. Но, естественно, как у большинства растений, которые растут быстро, есть недостаток такой, как недолговечность. Но этот недостаток яснотки легко исправляется. Дело в том, что большинство ясноток очень легко размножаются, как сортовых, так и видовых. И видовая яснотка пятнистая легко дает самосев, который вы можете обнаружить буквально по всему саду, во всех местах, куда только ходят муравьи, поскольку семена яснотки разносят муравьи. Буквально на следующий год вы увидите маленькие ясноточки. Если у вас сортовое растение, то после цветения вы можете нарезать черенков яснотки длиною приблизительно 7-10 см с тремя-четырьмя парами листьев. Удаляете нижнюю пару листьев, втыкаете череночек во влажную почву в грунт, и буквально через 2-3 недели ваши новые растеницы уже укоренятся, и вы сможете их рассадить на то место, где вы желаете. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.